В рядах Вооруженных сил России все больше женщин в погонах, которые с честью выполняют свой воинский долг. Популярность военного дела в нашей стране никого не удивляет. И военно-прикладными видами спорта занимаются у нас немало девушек. Мы в этом убедились, побывав на открытых краевых соревнованиях, что прошли в нашем городе. 16 команд из Анапы, Абинского, Калининского, Тимошевского, Тимрюкского и Славянского районов прибыли в спортивный зал Славянского электротехнологического техникума, чтобы принять участие в уже ставшими традиционными открытых соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Защитницы Отечества» среди девушек военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края. Почетные гости, представители администрации Славянского района, ветеранских и патриотических организаций и ветераны вооруженных сил приветствовали собравшихся на торжественном открытии состязаний. Они поздравили участниц соревнований с предстоящим праздником, международным женским днем и пожелали им успехов. В нашей армии без представительниц прекрасного пола не обходится ни одна часть. И среди участниц соревнований есть девушки, думающие связать свое будущее с вооруженными силами. И у них эти соревнования вызывают большой интерес. Когда с мальчиками, там меньше шансов всегда выиграть. А вот когда женские, ты знаешь, что ты именно со своим полом принимаешь соревнования. И там как бы на равных силах. У нас очень дружная команда, мы очень готовились, подготовились. Надеюсь, что мы покажем себя и займем призовые места. Девчата, не хуже своих одноклубников ребят, справлялись с разборкой и сборкой автомата Калашникова, снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из пневматической винтовки, участвовали в сгибании и разгибании туловища из положения лежа, прыгали с места, бегали. А они, конечно, очень старались. В течение двух недель мы каждый день ходили, просто сидели в кабинете УБЖ, постоянно и в сборзале. Мы постоянно разбирали, кто-то постоянно стрелял. И очень нервничаем на самом деле, но будем все, боевой дух держим. Если мы не займем призововое место, мы все равно будем счастливы, чтобы, в принципе, поучаствовали и познакомились с такими людьми. Участницы продемонстрировали хорошую командную работу в военизированной эстафете. По итогам соревнований лучшими стали три команды из Славянского района. Победители – команда военно-патриотического клуба «Будущие воины» Станицы Петровской. Второе место взяли девушки из клуба «Патриот» 18-й школы. На третьем – казачий класс 48-й школы Станицы Черноярковской. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».